В последнее время проблема загрязнения Северского пруда стала одной из самых обсуждаемых. Причем о ней говорят не только в городе, но и в области. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов сегодня в очередной раз встретился с руководителями предприятий, чтобы выслушать мнение всех по этому вопросу. Я дал поручение, на сегодняшний день мои сотрудники занимаются разработкой технического задания для проведения комплексного гидрогеологического изучения. Указаны местности для постановки на учет всех возможных негативных источников влияния на территорию Северского пруда и примыкающих к нему водных объектов и водоемов. Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев сегодня всерьез обеспокоен сложившейся ситуацией. Сегодня крайне важно, говорит он, чтобы русло реки Северушка и реки Чусовой было здорово. К сожалению, качество воды здесь оставляет желать лучшего. А еще, сообщил Михаил Зуев, все чаще на городообразующие предприятия от представителей Волчихинского водохранилища поступают письма с претензиями на качество воды. Единственное наше объяснение, начиная с весны прошлого года, мы обнаружили, что по нашему водотоку идет не вода, я имею в виду по руслу реки Северушки, идет не вода, а идет какой-то рыжий пенистый раствор. Значит, естественно, мы пытаемся мониторить качество воды здесь, в районе нашего водозабора. Михаил Зуев обратился к Александру Ковалеву с просьбой проконтролировать ситуацию с очистными сооружениями в южной части города. Сегодня, чтобы обеспечить город питьевой водой, Северский трубный завод вынужден использовать внутренние резервы. А все потому, что качество воды в Северском пруду по всем показателям крайне неудовлетворительное. Председатель общественной палаты Полевского городского округа Валерий Колотилов в свою очередь предложил для начала определиться с собственником водоема. Изучается вопрос на уровне экспертизы, анализов и все прочее. Это здорово. Но мне думается, что пока не поймет все мы тут находящиеся, чье это, кто отвечает, кто должен в первую очередь заботиться, толку-то мало будет. Генеральный директор Уралгидромедии Татьяна Ситникова также высказала свое мнение по данному вопросу. Она также добавила, что предприятие готово оказать всякого рода помощь в выяснении причин загрязнения Северского пруда. И касаясь узелки, и касаясь шахты излива Гумешевского рудника, эту проблему, конечно, безусловно, нужно изучать. Мы готовы в ней участвовать, но в связи с тем, что ситуация меняется стремительно, все вы тут сидящие готовы сказать, что это все началось с весны лета 2011 года. Все, чем мы занимались до этого, была совершенно другая ситуация, поэтому однозначно здесь необходимое исследование. Это даст, я думаю, что хорошие результаты. Возможно, что половина ущерба, которая там сейчас льется, можно будет просто ликвидировать. Директор Полевского креолитового завода Владимир Филиппов и вовсе исключил вероятность загрязнения Северского пруда сбросами предприятия. Пускай креолитовый завод не санаторий, это металлургическое предприятие, которое, конечно, имеет воздействие на окружающую среду. И с точки зрения ОВОЗ, то есть оценки воздействия на окружающую среду, у нас есть разрешенные выбросы. Мы стараемся их придерживаться. Если есть какие-то разовые нарушения, мы несем за это ответственность. А вот что касается Северского пруда, то вот просто сейчас, обследовав этот вопрос, я думаю, что здесь, наверное, с точки зрения влияния Полевского креолитового завода, наверное, здесь минимальные какие-то вероятности есть такая. Но вместе с тем, еще раз хочу подчеркнуть, нам надо вместе посмотреть, если есть наше там какое-то воздействие, значит, надо просто принять тогда, значит, и по отношению к нам, значит, надо, не по отношению к нам, вернее, а нам тоже надо принять какие-то, значит, меры по исключению вот этого воздействия. Заместитель главного санитарного врача Анна Бабанова опять подняла вопрос со станции нейтрализации на Уралгидромедии и снова обратилась к руководству предприятия с просьбой предоставить все необходимые документы по мониторингу окружающей среды. В общем, сегодня высказались все. Итог круглого стола таков – дождаться результатов гидроэкологического обследования. Татьяна Усынина, Александр Полищук. Новости нашего города.